The Autumn Leaves Музыка мегаполиса, призванная привести в равновесие жителя большого города, измученного его шумом. По мнению Рональда, это стереотип. Как он говорит, джаз не имеет границ и должен быть доступен каждому, даже в Абхазии, с ее классическим подходом к музыке. Прежде всего, в этом месте ощущается гармония, оно прекрасно. Это всегда здорово играть на таких площадках за красивым роялем в большом зале. Мы всегда с нетерпением ждем концертов в таких местах. А что касается того, что джаз – музыка больших городов, вовсе нет. Это то, что я понял, став гастролирующим музыкантом. Музыка может жить где угодно, во всех ее проявлениях, иногда даже в таких местах, где вы меньше всего ожидаете почувствовать джаз. По словам Рональда Бейкера, он не знал об Абхазии ничего и согласился на предложение коллеги приехать сюда больше как путешественник. Как рассказывает музыкант, он ждет концерта с особым трепетом. Рональд уверен, у местной публики должна быть особая эмоция, которую он готов почувствовать. Посыл всегда один – музыка, наслаждение ею. Дело не только в музыкантах, на сцене и публике в зале, ведь это обмен. Мы делимся энергией и получаем ее обратно. Этот процесс, он всегда взаимный. Музыкантов в Абхазию никто не приглашал. Информацию о фестивале они нашли сами и решили, что им непременно нужно здесь выступить. Алексей Черемизов бывал в нашей республике лишь однажды, 15 лет назад, как турист. Сегодня он делится с абхазской публикой своим искусством. Музыкант уверен, чтобы слушать джаз, любить и понимать его, не нужно обладать никакими специальными знаниями. Это музыка для всех. Это может быть интересно и не только тем, кто вообще когда-то слышал. Просто на уровне мелодическом, на эмоциональном. Это может быть интересно людям, которые не знают даже, что это такое слово джаз. Может быть, даже это лучше. Вот я себя чувствую каким-то… На уровне нравится, не нравится. Просто смотришь живопись или концерт, или театр в театре. Сделать джаз доступным каждому и, конечно, удовлетворить жажду живых концертов, его поклонников – цели, которые преследуют организаторы фестиваля. По словам Эсмы Джени, автора этого проекта, без понимания нужности такого рода мероприятий со стороны чиновников ничего бы не получилось. В наше непростое время, наверное, это, может быть, не самая первостепенная задача – возрождать джаз в Абхазии. Но хотелось, чтобы музыкальная культура в Абхазии была такой вот разножанровой, чтобы для каждого было что-то, что можно услышать, увидеть. С каждым годом интерес к фестивалю растет. Если в первый год он состоял из одного концерта, во второй их было уже два. В этом году фестиваль состоит из трех концертов. 11 июля на сцене Госфилармонии выступит трио Мирабова, где в составе музыкантов значится уже полюбившаяся абхазской публики Мариам Мирабова. А 18 июля закроют фестиваль абхазские джазмены – группа Red Fox.